МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации ТОЛЕРАДИО компании ГОМЕЛЬ у студии Натальи Гнатенко. Доброй ранецы. После динаминации сдачу в магазине могут выдать старыми и новыми купюрами одночасово. Таким же чином мая права расплатиться и покупник. Эта норма будет дейничать с 1 липеня и до конца года. До каких еще особенностей нужно подрыхтоваться до момента проведения динаминации, высветляла Марина Северьянова. Переход на разлик новыми купюрами узоры 2009 года будет не простым. По-перше, еще николи гроши не сменшались одразу 10 тысяч разов. По-другое, у нашей кошельки про стольких годов вернутся монеты. Молодь корыстаться ими будет в уголе у першиню. Да и у больш сталых людей возникает шмат пытанев. Будем разбираться. Исти 1 липеня в банк, чтобы обменять старые гроши на новые, не нужно. В крайнем случае можно зазернуть туда, чтобы обменять купюры на монеты. Это пожадание и абсолютно бесплатно. С 1 июля не обязательно бежать в банк за новыми денежными знаками. Но в кассах Национального банка с 1 июля по 31 декабря 2016 года вы можете разменять старые денежные знаки и новые денежные знаки на монеты образца 2009 года. Национальный банк также рекомендовал эту операцию банкам. Поэтому с разменом, я думаю, население проблем не будет. Обменять после деноминации больше 210 миллионов рублей на новые гроши можно будет только с пашпортом. Эта мера должна не допустить легализацию доходов, отриманных злочинным шляхом при обмене грошей в связи с деноминацией. Что касается банкоматов, то частка из них будет выдавать гроши в новых купюрах, частка из старых. А с первого костричника все банкоматы краины должны будут выдавать гроши только нового узора. На банкоматах при снятии денежной наличности будет информация, которая информирует людей о том, какими денежными знаками будет банкомат выдавать. Либо старыми знаками образца 2009 года, либо новыми 2009 года. На жаль, недостатковая информованность у некоторых людей уже заразы мкнутся с корыстацией махляры. Коли до вас пришли подозронные особы с пропоновой обменять старые гроши на новые, при этом представляются социальными работниками, альбоноват банковскими служащими, одразу телефонуйте в милицию по номеру 102. Не лишним будет нагадать и об тем, как отразнить соправданные гроши от подробок. По банкнотам это, конечно же, можно проверить их на просвет. Наличие водяного знака обязательно, наличие металлизированной защитной нити. Также можно на ощупь посмотреть это угрупненный рельеф основного изображения, номинала. Также в левом нижнем углу на лицевой стороне мы увидим фрагменты для людей с ослабленным зрением. Что касается монет, то проверить на подлинность их можно, во-первых, по четкости изображения на монеты. Во-вторых, на изгиб монеты руками мы не согнем. И, конечно же, тоже основной признак – это все монеты от одной копейки до двух рублей обладают сильным магнитизмом. Нагадаем, наидробнейшая зараз банкнота – 100 рублей – будет заменена на самый низкий номинал нового грошового узора – одну копейку. Усягушу в вороте заявится 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей – и 8 номиналов монет. Одна, две, пять, десять, 20 и 50 копеек, а так само – 1 и 2 рублей. Марина Северьянова, Яугин Макенко, телерадоя компания «Гомель». У «Гомель» изъявились специалисты, которые допомогут выражать любой конфликт. Посвечения об проходжении научения на специальных курсах медиаторов во врачистой обстановке отримали 20 человек. Медиация для Беларуси, по кольству, изъява довольно новая и распространена в основном у Минску. Закон, який регламентует деянность у гэтай сферы, был приняты у 2013 годе. Кажучи просто, медиация – это способ выражать конфликт ци спрэчку у досудебным парадку. Перамовы помеж боками проходят при уделе нейтрального посредника – медиатора. Специалист может допомогти пройсти до задавальняющих усих решения у самых разных сферах – семейной, корпоративной, прационной, экономичной. Научение проводили у областных центра специалисты столичного центра «Медияция и право». Некольких месяцев занятков по выходных, тренингам и майстер-классам. И вот посвечения на руках. То, что мы адвокаты, мы смотрели на данную перспективу со своей, скажем так, с адвокатской позиции, но оказалось о том, что медиация – это переговоры, которым надо было учиться и уметь их проводить, так как, чтобы стороны между собой договорились, пришли к определенному мнению. И, с другой стороны, изучая конфликтологию, понимали, чтобы убрать какие-то между ними напряженные ситуации, чтобы могли общаться или понимать друг друга. Это первый выпуск в Гомеле. Мы очень ждали этого выпуска, потому что как-то дальше города Минска, Минской области мы не могли двинуться, а хотелось бы вот именно уже пойти в каждую область, чтобы медиаторы могли практиковаться в каждой области, чтобы видели и слышали о том, что есть медиация не только в городе Минске. На Гомельщине означается несприяльная ситуация с крадежами велосипедов. У якости действенной профилактичесной меры супрацовники милиции рают ставить гэтую технику на обовязковый улик. А проча того, проверкой велосипедов сегодня займаются и брыгады патрульно-постовой службы подчас дежурных выездов. Крыминогенной ситуацией на Гомельщине потекавился Олег Синцерову. Каждый день у 17-х годин супрацовники милиции выезжают на дежурство. Звычайно оно протягивается до годины ночи, а на некоторых маршрутах патрулищ находится до самой ранницы. Крыминогенная ситуация у Гомеля не возначается складанностью, а контроль николю не перешкодит. Супрацовники милиции означают, у выходные и святочные дни работа у них становится больше. Пеш за все по причине заявления на улицах большей колькости городжан. Особливой схильностью до крыминогенных учинков уже хоры Гомеля не возначаются, а лего-оперативные взводки часом очень ровно тропляются. Было самое распространенное порушение – распитие спиртных напоев в громадских местах. Шмат кто никак не звукнется с думкой, что теперь это заборонено. Самыми распространенными правонарушениями у нас в городе и, наверное, вообще в республике, это является распитие в общественном месте и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Значит, за это предусмотрены определенные санкции. Хочу напомнить гражданам, что распитие пива с 2007 года у нас под запретом в общественных местах. Еще одна проблема – крадяжи. Некали объектами злочинцев были годинники. Еще совсем недавно сотовые телефоны. Теперь у центра их уваги – велосипеды. Растлумачить их это нескладанно. Звучайно, велосипедка штует неде каля 8 миллионов рублей. Злочинцы продаются прикладно у двоя тонней. Чему, гэты факт, не засмучая покупников, сказать тяжко? Или в таком разе у них есть мольчимость не только застаться без двухколой техники, а и отрывать проблемы с милицией. Больше уважливо за свою маемостью сопротивленники управления внутренних справ крают сочить и владельникам дачных домов. Кражи являются настоящей проблемой на территории Гомельской области. Это, в первую очередь, кражи из жилищ, кражи из дачных домиков, которые расположены в садоводческих товариществах. Бичом уже на сегодняшний день стали кражи велосипедов. У нас есть дежурные сутки, когда 5-6 велосипедов похищаются злоумышленниками. К нашему сожалению, наши уважаемые жители области не принимают никаких мер по обеспечению их сохранности. Олег Синтюров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Самое великое в Беларуси штучное озеро Днепр-Брагинское водосховещение, которое находится в Лоевском районе, уменьшается в Памерах. Для его одновления сегодня потребны коля 10 миллиардов рублей. Однако эти сроки не гарантуют захованности водоема на протяжный час. Днепр-Брагинское водосховещение будывалось на протяжении 10-ти годов, причем для этого пришлось отселить две везки и перенести несколько могилок. По своей грандиозности оно не имеет аналогов в Беларуси, а на территории Советского Союза таких сбудований наличивалось всего три. Водосховещение было сдадено в эксплуатации в 80-х годах минулого 100-го года и першопочатково призначалось выключено для военных мед. Сегодня оно выкористовывается основным для поливки полев. Разом с тем штучное озеро находится амально 30 метров выше за узровень Днепра, отколь берется вода, что потребует значных затрат на электроэнергию. По причине отсутствия сроков, сейчас по мере водосховещения скоротились уже на треть, и этот процесс протягивается. На думку специалистов, сегодня необходимо переглядеть подыходы до выкористания водоема с наданием ему инших функций. Использовать данный водный объект как пруд для рыбоводства. Тому арендатору, который будет использовать данный водный объект как пруд для рыбоводства, естественно, необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе земляные работы, возможность использования земснаряда, чтобы в том рельефе местности, который есть, сделать зимовальные ямы и пруды выросные и так далее, именно в этой котловине. А освободившиеся эти земельные участки, которые уже в принципе не могут быть затоплены без принудительной искусственной закатки воды, значит, можно использовать для строительства каких-то домиков рыбака, туристических комплексов и так далее. Сегодня в Гомелье протягнется областный этап республиканского конкурса профессийного майстерства «Педагог додатковой эдукации-2016». У делу им принимают представники самых разных кутков Гомельщины. Для их предугледжены широк не простых конкурсных выпробований на проверку профессийного майстерства и творческих талентов. Подробностями в материале Вероники Ворошилиной. У областного этапа республиканского конкурса профессийного майстерства «Педагог додатковой эдукации-2016» все лет отрапили 10 самых интеллектуальных, творчих и метанакерованных представников «Педагогаичной справы» из Гомеля и в области. У каждого своя собственный керунок деяности, навышание детей, навыкам авиамоделевания, вокальному мастерскому майстерству, праца по захованию народных белорусских традиций, подрыхтока школьников, догмуристичных конкурсов и многое иншее. Профили додатковых занятков разные, а мета – одино. Празнеординарные формы працы с детьми, выховать у их ширую любовь до творчей позашкольной деяности. Увлечь ребенка на уроки – это одно. А увлечь ребенка так, чтобы он бежал к тебе после уроков и с удовольствием занимался творчеством, декоративно-прикладным творчеством, творчеством, связанным с развитием спортивных способностей и различными видами творчеств, согласитесь, это дано не каждому. Конкурсанты учаев шарих заданий на проверку профессийного майстерства и творчих талентов. Им необходимо было провести психолого-педагогичное тестирование, представить на суд журы самопрезентацию «Моё педагогичное кредо», провести открытые занятки с новой аудиторией и вытремать оборону адукационно-методичного комплекса. У каждого из удельников своя авторская манера переодоления творческих выправований и свой сократ успеха у пытания, каким повинен быть соправданный педагог додатковой адукации. Я имею сценический образ «Мадам гармонии», потому что я прививаю детям любовь к гармонии, музыке, искусству, стараюсь развить у них художественный вкус, повысить музыкальную культуру. Очень люблю своих детей, дарю им всю себя, свое творчество, свои знания, и они мне отвечают тем же. А у педагога додатковой адукации Жлобинского городского центра творчества «Детей и молоди» «Эурека» Марины Борисковой – головный девиз «Исти з усмешкой по житти». Заплячима молодой наставнице уделу шматликих гульних клубов веселых и знаходливых, перемоги у вядомых телевизийных гумерстичных конкурсах. Выхованцы Марины Борисковой – головные прихильники ее творчества, якие за усёды переживаясь, утримают кулаки за своего педагога. Дарю, что дети не только щиро гонораться своей харизматичной наставницей, Алии Поступова переймают ее умение. Они болеют, сами уже планируют. Там появилась передача «Расмешекомика» дети, они уже «давайте, мы тоже попробуем». Я говорю, ну здорово, почему нет, будут кастинги, мы обязательно попробуем, мы обязательно поедем, мы обязательно подготовимся. Уже пробуют себя в том же амплуа, и это здорово, когда у них уже есть успехи. Потому что я, наверное, сейчас завидую своему преподавателю, который меня научил, и сейчас он радуется за меня. Я бы хотела, чтобы у меня тоже были такие дети, за которых я буду радоваться за их успехи. Переможцы областного этапа у Верас не отправятся на финал у Минск. Треба отзначить республиканский конкурс профессийного майстерства педагога додатковой адукации, а пошний раз проводился 9 годов тому. Тогда у финале вышедшую зногороду гран-при отримал представник миновита нашего региона. Супрацовник Гомельского областного плацотворчасти «Дятей и молодцы», керавник клуба интеллектуального гульня «Белая рысь» Леонид Климович. Селетним конкурсантам есть на кого равняться, а это значит, что они так само будут имкнуться утримать эту высокую планку. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель». И это была пушная информация нашего ранешнего выпуску. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочным за развитем падею Гомеля и в области. Заставайтесь с нами. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя «Гомель» Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин